Зоозащитники планируют провести в Одессе самый масштабный марш за права животных. Он состоится уже в это воскресенье и пройдет от памятника Утесову в горсаду к Дюку на Приморском бульваре. По завершении марша активисты проведут получасовой митинг. Помимо Одессы, акция одновременно пройдет еще в 15 крупных городах страны. Порядка 15 городов примут участие в таком вот марше за права животных. В Одессе он стартует в 12 часов на Дерибасовской в горсаду от памятника Утесову. Я выхожу на этот марш, потому что я считаю, что марш за права животных – это марш добра. И мы защищаем не только животных, но и право людей жить в мире без убийств и без насилия над теми, кто не может постоять за себя сам. Потому что человек только тогда человек, когда он может защитить слабого, и когда он может заступиться за тех, кто не имеет возможности выступить в голос сам за себя. Мы планируем обратиться к одесситам, пройти все вместе маршем, пройти по центральным улицам города, по Дерибасовской, дойти до оперного театра и, собственно говоря, обратиться к людям с призывом делать добро своими руками. Зоозащитники традиционно выразят протест насилию над животными, а также их использованию в цирках и в целях охоты. Кроме того, некоторые активисты выйдут в поддержку законопроекта номер 6598, цель которого – это внедрение международных директив в сфере охраны животного и растительного мира на территории Украины. Наша организация выходит на этот марш под девизом «Поддержим законопроект 6598», потому что именно этот законопроект, который сейчас находится в Верховной Раде, решает очень много проблем по защите животных. Цирки, дельфинарии, охота – огромное количество проблем, которые были практически не решены, они будут решены этим законопроектом. Однако нашлись и противники этого законопроекта. Они не согласны со многими положениями, которые предлагает документ. В частности, он не регулирует популяцию животного мира и не отменяет охоту на животных. Когда человек хочет кушать, он месяц голодный ходит по лесу, и он кого-то съел. Ну, это еще как-то можно объяснить. Но когда у тебя мясо лежит на прилавках, а ты идешь просто стреляешь в зверя, которого ты потом не съешь, ничего с ним не сделаешь, я считаю, что в нашей стране нужно ставить вопрос категорически, никаких полумер. Охота должна быть запрещена вообще. По логике нашего министерства, которое призвано защищать природу, оказывается, истребление, вдумайтесь, 50% популяции животных ничем популяции не грозит. На чем основаны – непонятно. Подсчетов никто не проводит. Доказательства, экономическое обоснование, я имею в виду в цифрах, никто не приводит, но выводы такие делаются. Также зоозащитники не нашли в законопроекте ни слова о закрытии притравочных станций. По словам активистов, работа таких точек незаконна, однако на деле они все равно функционируют. По убеждению зоозащитников, в Одесской области таких станций минимум две. Пристегнуты на цепи животные, на которых натравливают собаки. И собаки их рвут. Ну, набрасываются они их, кусают их, затравливают их. То есть животное получает мощнейший стресс психологический, животное получает травмы физические, то есть его кусают и рвут. И, скажем так, эта забава сложно представить, кому может понравиться. То есть человек нормальный не может это выносить. Это жестокое обращение с животными.